В центре внимания сельское хозяйство глава региона провел совещание с руководителем агропромышленной компании. Один из главных вопросов – запуск нового телятника в селе Тельбиска. Почему объект не сдали в 2018 и когда теперь это планируют сделать? На страже закона, профессиональный праздник сотрудников прокуратуры, с какими показателями надзорное ведомство закончило минувший год, также кто удостоился наград и новых званий. Главный приз – 20 тысяч рублей. В регионе стартовал прием документов от соискателей на получение премии за особые достижения в области культуры. Какие номинации предлагают организаторы и как подать заявку на участие? Под звук скользящих коньков старый Новый год горожане вновь встретили на льду традиционный бал в маскарад. В какие костюмы нарядились на Ринмарсе на этот раз – об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте, подводим итоги понедельника, первого рабочего дня. В студии Олег Итанзейский. Мы начинаем. Строительство нового телятника в селе Тельвиска, обеднение акционерного общества «ВИТА» и агропромышленной компании. Эти и другие вопросы обсудили в ходе рабочего совещания глава региона Александр Цибульский и директор Ненецкой агропромышленной компании Анатолий Чудочин. В частности, губернатор интересовал вопрос, почему сроки сдачи телятника в Тельвиске перенесены. Напомню, объект должны были сдать к декабрю прошлого года. Из окруженного бюджета на его строительство выделялась денежная субсидия. Все подробности далее. Контракт на строительство телятника в Тельвиске был заключен на сумму, составляющую почти 92 миллиона рублей. Со сроком окончания в 2018 году планировалось, что объект будет рассчитан на 560 голов телят. Но такого количества животных попросту нет, поэтому пришлось переделывать проект. Во втором корпусе того телятника будем в 2019 году второй корпус сделать и доделывать. Мы будем ставить там 80 дойных коров. Значит, по голове из 560 голов телят у нас будет там в двух корпусах 440, из них 80 дойных коров. По словам директора агропромышленного комплекса Анатолия Чудочина, первый корпус телятника практически готов принять скот. Но у подрядчика не хватило материалов на соединительный коридор. Сейчас зимний период. Подрядчик завозит полностью все сэндвич-панели и оборудование на второй корпус на соединительный коридор. Обещает в мае месяце приступить к работам. Ну, все, конечно, будет зависеть от весны. Но мы с ним разорвали старый контракт и заключили новый. Теперь у нас срок до 41 октября 2019 года. Кроме того, планируется построить в Тельвиске цех по переработке молока и убойный пункт для крупного рогатого скота. При реализации всего проекта в Тельвиске дополнительно появится 12-14 новых рабочих мест. В этом свете губернатор Александр Цибульский поинтересовался, как происходит процесс объединения компаний с акционерным обществом ВИТа. Произошло объединение с ВИТой, о чем вы сказали. Там действительно сейчас переживают люди о том, чтобы не выгнать на улицу всех тех работников, которые там работали. Да вам надо, конечно, максимально использовать потенциал тех людей, которые там, я думаю, профессионалы работают на высоком уровне. Посмотрите все, чтобы у нас не произошло сейчас полное сокращение людей. По словам Анатолия Чудочина, под сокращение попали сотрудники цеха переработки. Всем им были предложены новые рабочие места в агропромышленной компании. Из этих 18 человек, которые мы предлагали, к нам пошли работать только 12. Значит, не пошли там слесари, там продавец не пошли. Не пошла очень хорошая с лабораторией женщина, да, ну, возраст они уже не хотят работать. То есть они просто естественного образа выходят на пенсию, да? Кто-то выходит, кто-то не хочет работать в агропромышленной компании, потому что понимают, что нагрузка будет намного больше. Несмотря на процесс объединения акционерного общества и агропромышленной компании, процесс производства молочной продукции, востребованной детскими учреждениями округа, не прекращался ни на день. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». Почти уже 300 лет на страже закона сотрудники прокуратуры отметили свой профессиональный праздник. В региональном надзорном ведомстве торжественное мероприятие состоялось еще в минувшую пятницу. Правоохранители поздравили первые лица субъекта, а лучшие были награждены. Но между тем прокурор Нинецкого округа Николай Егоров подвел итоги деятельности за 2018. Так, за прошлый год сотрудниками ведомства было рассмотрено порядка 2000 обращений. В Центре внимания – защита социальных прав местных граждан. Все подробности прямо сейчас. Актовый зал прокуратуры – место для серьезных совещаний. Впрочем, сегодня исключение сотрудники надзорного ведомства отмечают свой профессиональный праздник. Одним из первых их поздравил генеральный прокурор России Юрий Чайко. Конечно, не лично, через видеообращение. Он пожелал своим коллегам слаженности в работе и на шаг не отступать от принципов. Отдельно хочу поблагодарить и поздравить наших дорогих ветеранов. Именно вы своим самоотверженным трудом принесли в наше ведомство те методы и принципы, на которых во многом основывается ежедневная деятельность современных прокуроров. От всего сердца хочу сказать вам за это спасибо. Слова благодарности в адрес сотрудников надзорного ведомства выразил и губернатор Нинецкого округа. Александр Цибульский отметил, сегодня прокурор для любого гражданина – это некая гарантия соблюдения прав и свобод, которые приписаны человеку федеральным законам. Мы все понимаем, что вы все стоите на охране закона, на охране законности, соблюдении прав, свобод человека. И это, конечно, то, что вы делаете каждый день. Но особая роль, которую, мне кажется, Игорь Яковлевич Чайков сегодня сказал в своем выступлении, она крайне важна. Это о том, что сегодня у людей, у общества есть большой запрос на соблюдение именно социальной справедливости. И вы есть тот институт, который и является обеспечивающим ту самую социальную справедливость, которую люди сегодня хотят ощущать. Сегодня прокуратура является, пожалуй, самым главным и серьезным государственно-правовым институтом России. Это заявил спикер регионального парламента Александр Лутовинов, поздравляя сотрудников надзорного ведомства с профессиональным праздником. Он также подчеркнул прокуратуру Нинецкого округа – одна из самых арктических в нашей стране. Уважаемые сотрудники прокуратуры, еще раз разрешить поблагодарить вас за службу, компетентность, честность и преданность делу. Искренне желаю всем вам здоровья, благополучия, успехов в вашей службе на благо Нинецкого автономного округа и России. Это поздравление от всех депутатов нашего собрания, представительного органа власти, о котором здесь уже было сказано. Еще раз спасибо вам за работу. Праздник праздником, а вот без официальной части сегодня не обошлось. Прокурор Нинецкого округа Николай Егоров подвел итоги деятельности за прошлый год. Статистика весьма положительная. Так, например, за 2018-й сотрудники правоохранительного ведомства рассмотрели около 2000 обращений. Каждое шестое было удовлетворено. На территории региона удалось добиться значительного снижения особо тяжких преступлений в отношении граждан. Николай Егоров также отметил сегодня, как и ранее, одно из главных направлений в работе ведомства является противодействие коррупции, кроме того, защита социальных прав жителей Заполярья. В центре внимания выплаты долгов по заработной плате. Принятыми мерами восстановлены права более 200 жителей региона на получение дополнительных мер государственной поддержки, компенсации за счет средств окружного бюджета. Во взаимодействии с органами власти, в том числе после изменения региональной правовой базы, погашена задолженность по заработной плате на сумму около 40 миллионов рублей. То есть речь идет о погашении задолженности в 10 организациях перед 138 работниками. Но проблема до конца еще не разрешена, и у нас с вами есть фронт работы. Не остается без внимания и жилищные вопросы. Сотрудники прокуратуры помогают гражданам восстанавливать справедливость. Управляющие компании зачастую необоснованно завышают тарифы на коммунальные услуги. После вмешательства правоохранителей жильцам многоквартирных домов удается добиться перерасчета. Благодаря совместной работе органов государственной власти прокуратуры в 2018 году детям-сиротам предоставлено 42 жилых помещения. И также нам еще предстоит эту работу активизировать и продолжить. В завершении торжественного мероприятия Николай Егоров отметил и наградил лучших сотрудников прокуратуры. Некоторые удостоились новых званий. Олег Итанзийский, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В регионе стартовал прием документов на соискание премии за особые достижения в сфере культуры на территории Ниинского округа по итогам прошлого года. Организаторы заявили, в конкурсе могут участвовать все желающие, внесшие значительный вклад в культурную жизнь субъекта. Премия будет вручена как одному соискателю, так и творческому коллективу. Прием заявок объявлен по пяти номинациям. Это искусство, библиотечное дело, музейное дело и охрана памятников, народное творчество, а также декоративно-прикладное искусство. Размер премии составит порядка 20 тысяч рублей. Чествование победителей состоится в рамках празднования Дня работников культуры в конце марта. Документы на участие в конкурсе принимают в Департаменте образования до 15 февраля. А включительно, добавлю, в прошлом году победителями премии, в частности, стали редактор журнала «Пунушка. Любовь Церкова», клуб «Мельная» из окружного этнокультурного центра, а также заведующая отделом обслуживания Ненецкой центральной библиотеки имени Пичкова Марина Беляева. Три уникальных шаманских бубна прибыли в Ненецкий кровеческий музей. Реставрация двух обязательных атрибутов шаманов XIX века и XIX века была проведена во Всероссийском художественно-научно-реставрационном центре имени Грабаря в Москве. Все подробности далее. Этот бубен XIX века принадлежал известному ненецкому шаману с острова Колгуев по кличке Ржавый или Пурпей по-Ненецки. Чудом сохранившийся во времена репрессий раритет принесли в музей в 2001 году. Второй бубен, как и колгуевский, был изготовлен в конце XIX века. Но история его происхождения неизвестна. Сотрудники музея располагают только информацией о владелице. Он принадлежал женщине-шаманке с Канинской тундры. Вот этот бубен поступает к нам в 30-е годы. С тех пор практически мы ничего о нем не знаем. Но надеемся, что когда-нибудь прольется свет именно на этот шаманский бубен. Потому что здесь, как вы видите, еще есть инициалы. А, К и Г. Это очень интересно. Бубен – основной шаманский инструмент, поненецкий пензер. Он символизирует оленя, на котором шаман якобы ездит по земле, поднимается на небо или спускается в подземное царство. Пензер, на деревянный каркас которого натягивали кожу самца дикого оленя, имеет почти круглую форму, диаметром от 60 до 80 сантиметров. Технология изготовления бубнов одна, а вот история каждого экспоната уникальна. За сто с небольшим лет внешний вид бубнов сильно поистрепался. Поэтому было принято решение отправить их на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени Грабаря в Москве. Там они провели целый год. Во время реставрации была устранена деформация каждого из бубнов, были устранены трещины, разрывы на коже, а также восполнены фрагменты, недостающие вот этой сыромятной кожи на бубнах. Также была произведена очистка металлических изделий и укреплены деревянные конструкции. Третий бубен был изготовлен известным путешественником и почетным полярником Филиппом Ордеевым. Это первый бубен, сделанный Филиппом Никитичем в мае 2005 года. Атрибуты шаманизма уже прошли адаптацию в Ненецком краеведческом музее и в ближайшее время будут представлены в выставочном зале. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Дед Мороз, царица Бэтмен, пираты и другие сказочные персонажи вышли на лед под звуки скользящих коньков, громкий смех и популярные хиты на Ринмарце встретили Старый Новый год. В окруженной столице стоялся ежегодный балл «Маскарад» на ледовой арене, встала на коньки и наша съемочная группа. В непривычной для себя роли сегодня выступает Александр. Он же Бэтмен, он же хоккеист. Будущий чемпион впервые встал на коньки в 4 года и уже 6 лет занимается в хоккейной секции. Я думаю, что надо проводить время активно, не лениться, заниматься спортом и не лежать на диване и смотреть телевизор. Еще одна героиня сегодняшнего балла «Маскарадо», которая любит активно проводить свое время, очаровательная Лера. К сегодняшнему мероприятию девочка подошла творчески. Ты сегодня в костюме кого? В костюме кошки. Кошки. Кто тебе костюм делал? Ну, я рисовала тетя и из подручных материалов, юбки, жилетки мы сделали костюм. А почему кошечка? Ну, просто взяли костюм кошки. Лера не из ленивых. Помимо катания на коньках, занимается и другими активными видами спорта. А ты, может быть, каким-то спортом занимаешься? Да. Каким? Танцами. Танцами. Ну, ты не из ленивых, девочка? Нет. Ты любишь активно время проводить? Что бы ты сказала тем, кто предпочитает сидеть дома перед телевизором на диванчике? Как? Дай им совет. Ну, надо проводить жизнь активнее. Не надо лениться. А почему? Ну, активная жизнь – это веселее, чем просто сидеть дома. И фигура всегда будет подтянута, да? Достойный пример для подражания и начала занятия активными видами спорта Наталья Антропова. Завсегдатой массовых спортивных праздников. Вот и новогодние каникулы Наталья проводила активно. Как говорится, с пользой для здоровья. Первый день Нового года. Мы уехали в Тундру. Была шикарная погода. С друзьями мылись в бане. Купались в снегу. Ходили, гуляли, смотрели окрестности. Второго числа вернулись и активно проводили время. На катке, на лыжах. Ходили на различные мастер-классы. Как первая рабочая неделя после каникулы ходовать? Вы знаете, если активно проводить новогодние праздники, то не ощущается никакого дискомфорта, нет никакой лени. Если посещать постоянно спортзал, нет, у меня очень все хорошо проходит. Надо брать с вас пример. Конечно, берите с меня все примеры. Затем, как катаются опытные фигуристы, можно смотреть часами. Но почему бы и самим не выйти на лед? Вера выходит на лед. Давай, пошла. Тут дети, конечно. Давай, давай, давай. Давай, пока людей поснимите. 2019 год объявлен в Ненецком округе годом здоровья. И сегодня массовые катания на открытом катке – хороший повод для каждого из нас начать активный здоровый образ жизни. Особенно это касается тех, кто новогодние праздники провел пассивно за столом, поедая оливье. Открытый каток на стадионе «Дюцледер» начал работу с 3 января. Приветливо встречают тех, кому новогодние салаты надоели уже в первые дни наступившего года. У нас посетило за новогодние праздники порядка 400 человек. Это здесь и в Искателях тоже порядка 200 человек. То есть жители, кто хотел кататься, покатались. Все это было. Но единственное, 5-6-го была температура низкая, ветер. Было меньше народа, но все-таки было. Каток «Дюцледер» и пункт выдачи коньков открыты 5 дней в неделю. Ровно столько же дней в неделю у каждого из нас есть возможность изменить свой образ жизни и заняться спортом. Главное, чтобы было желание. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok